Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. Электронные петиции Запорожья. Не так давно этот сервис заработал в нашем городе и уже стал весьма популярным. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, управляющим делами исполнительного комитета Запорожского городского совета Романом Амельяновичем. Роман, здравствуйте! Добрый день! Когда заработал вообще механизм электронной петиции? В городе Запорожье механизм электронной петиции, такой сервис, заработал с 1 января 2017 года на официальном портале Запорожской городской власти. И электронные петиции, петиции сами по себе, это эффективный инструмент развития гражданского общества. Безусловно, подав петицию, громада получает возможность формировать повестку дня, ту, которая интересует в первую очередь большое количество наших горожан. И формировать эту повестку дня для последующего вынесения на сессию Запорожского городского совета. И мы понимаем, что это очень оперативный канал взаимосвязи громады с законодательно-исполнительной властью в нашем городе. Я так понимаю, что пользуется действительно большой популярностью. Сколько на данный момент уже подано петиций? На данный момент за прошедший месяц подано 245 петиций. Из них 190 действительно были опубликованы как петиция, поскольку они отвечали тем требованиям, которые установлены положением об электронных петициях, которое утверждено нашим городским советом. А вот если можно чуть-чуть поподробнее о механизме подачи и об этих ограничениях. Как можно подавать? Что должно отображаться в петиции? Петиции – это определенное предложение, идея, требование, которое любой из наших горожан, зайдя на сайт запорожской городской власти, может зарегистрировать, указав тему, указав саму суть петиции, после чего, если действительно она подпадает под критерии петиции, а именно она соответствует Конституции Украины, то есть не носит призывов к определенным вещам, которые запрещены в нашем государстве. Если она относится к компетенции местной власти, местных органов самоуправления, и если она содержит один вопрос, тогда... То есть в одной петиции может быть только один вопрос? В одной петиции, согласно нашему положению, которое утверждено запорожским городским советом, может быть только один вопрос. И после этого она становится действительно петицией, и за нее можно проголосовать на сайте. После того, как петиция в течение 60 дней, в случае, если она в течение 60 дней набирает 750 голосов, тогда она рассматривается профильной депутатской комиссией и профильным департаментом, либо управлением Запорожского городского совета. После этого вопрос и предложения, которые озвучены в петиции, могут быть переданы на рассмотрение депутатским корпусом уже в рамках пленарного заседания. А вот те петиции, которые не набрали за этот срок, допустим, за два месяца, необходимые 750 голосов, что с ними потом происходит? Они удаляются с сайта, либо же как-то вот, и вы все равно их прорабатываете в любом случае? Безусловно, каждый вопрос, который поднят гражданином, не остается без внимания городской власти. И в том случае, если он не набирает 750 голосов, он будет рассмотрен как обращение гражданина. Не как петиция, а как обращение гражданина. И гражданин обязательно получит на него компетентный ответ. В любом случае, компетентный ответ. И мы понимаем уже, ходя из работы данного сервиса в городе Запорожье за этот месяц, что это действительно своеобразный термометр общественного резонанса, который показывает, какие именно вопросы волнуют наших граждан. Все больные места, скажем так, показывают то, что волнует, то, что интересно запорожьцам. А сколько петиций уже набрали 750 голосов и рассматриваются в Горсовете? За этот месяц три петиции набрали 750 голосов. И одна из них уже была рассмотрена даже на январской сессии Запорожского городского совета. Если я не ошибаюсь, это о транспорте, о маршрутках, да? Это петиция о транспорте, о маршрутках, новый городской транспорт в Запорожье, убрать маршрутки с проспекта Соборного. И эта петиция набрала первые 750 голосов, после чего была рассмотрена на сессии Запорожского городского совета, которая состоялась 25 января, и была поддержана депутатским корпусом. И одновременно с этим та работа, она совпала, это желание наших граждан совпало с тем направлением, которое было избрано городской властью, и в котором мы двигаемся. И одновременно была принята на сессии программа развития по транспорту, которая также подразумевает переход на крупный транспорт в городе Запорожье. Мы обсуждали эту тему, кстати, не так давно, и у нас в студии здесь. Какие вам петиции запомнились из тех, которые уже были поданы, которые сейчас, возможно, за них голосуют, либо уже там рассматриваются? Что-то вот такое яркое, для себя интересное можете вынести? Ну, прежде всего, однозначно хочу отметить, что около 40% подданных петиций касаются вопросов транспорта в городе Запорожье. Около... Именно общественного транспорта. Именно общественного транспорта. Около 20% это вопросы благоустройства. Около 15% это состояние дорог в городе Запорожье. Примерно 5% это тарифы и вопросы ЖКХ. 4% это общественная безопасность. Остальные вопросы, где-то 2-3% это вопросы социальные, образование, экология. Вот такой мы видим срез, если посмотреть суть вопросов. Наиболее такие, наверное, вопросы, которые яркие и запоминаются, это, например, метро в городе Запорожье, это трамвай в Хортицком районе. Бывают и юморные петиции. Недавно была подана петиция, где гражданин предлагает придумать телепорт для граждан между районами города. То есть такие петиции тоже принимаются к рассмотрению? Ну, ведь такая петиция соответствует определенным обязательным критериям, которые установлены нашим положением, поэтому такое тоже есть. Ну вот, кстати, еще одна петиция, которая обратила на себя внимание. Ее уже перепечатали на всех интернет-ресурсах, новостины, разные сайты. Даже такой независимый российский, очень мощный, популярный сайт, как «Медуза», о ней упомянул, это о переименовании улицы Каменогорская в «Каннибалкорбскую». Да, есть действительно и такая петиция. А вот если вот она наберет 750 голосов, ее будут рассматривать, серьезно? Ее будут рассматривать, но дело в том, что идеи, там могут быть предложения разные, и у других-то наших граждан города Запорожья может быть иное мнение на этот счет. Поэтому депутатский корпус, как представительная, представительская власть, потом будет рассматривать эту петицию и вправе ее поддержать, либо не поддержать. Чего хотелось бы в связи с тем, что есть вопросы действительно интересные, идеи интересные. Многие люди, видно из самого текста петиции, очень ответственно подходят, не только, может быть, эмоционально, но и ответственно подходят к какому-то вопросу. Они изучают порой очень глубоко. Дается конкретная информация, статистика. Дается конкретная информация, даются не просто направления развития, а некоторые конкретные предложения прямо-таки действительно видим, что люди уделяют этому немало времени своего личного, и это людей волнует, и им это очень интересно. И это здорово. Это инструмент, наверное, вовлечения, еще один инструмент вовлечения наших жителей города Запорожья в те процессы, которые происходят в городе, и то, чем занимается городская власть. Это действительно порой очень серьезные вопросы. Это один из методов появления такой активной жизненной позиции гаража. Совершенно верно. При этом хотелось бы, наверное, пожелать, чтобы среди наших петиций были вопросы, которые носят определенный масштаб инициатив и предложений. Поскольку не стоит, наверное, пользоваться таким инструментом, как петиции, для решения небольших, мелких, локальных вопросов об устройстве какой-то конкретной внутриквартальной территории, дороги, ремонта подъезда, лифта. То есть не стоит путать инструмент, такой инструмент, как петиция, электронная петиция, с обращением гражданина. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Роман Амельянович, управляющий делами Исполнительного комитета Запорожского городского совета. Заходите на сайт, предлагайте и голосуйте. Продолжение следует...